Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала! С вами сегодня Светлана Гаспорович, и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества! Сегодня я хочу вам рассказать о такой маленькой-маленькой, показать такую маленькую-маленькую вещь, которая очень-очень сильно помогает нам в работе. Это будет вот такая вот игольница. Она будет всегда при вас, потому что она будет крепиться вот на пальчик, да, вы можете на любой палец. И сейчас смотрите мастер-класс, и вы научитесь делать вот такую вот игольницу на палец. И если вам будет полезна данная информация, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под видео, и оставьте комментарий, ведь это так приятно. И подписывайтесь на канал, потому что здесь вы найдете очень много интересного и полезного для себя. И чтобы не пропустить эту информацию, лучше подписаться. И также не забывайте делиться моими мастер-классами со своими друзьями, ведь они тоже хотят творить. Что, давайте начнем не терпится. Так, для этого нам понадобится пробка, обычная пробка из-под любого напитка, кока-кола, фанта. Вынимаем с нее пленочку, внутри которую вы видите. И сейчас нам необходимо сделать отверстие для нашей резинки, потому что данная игольница будет держаться на резинке, на нашем пальчике. Отмеряем обхват нашего пальчика, делаем данную резинку на 1 см больше, и отрезаем. Теперь нам необходимо сделать отверстие, куда мы будем продевать нашу резинку. Итак, давайте возьмем, наметим это отверстие фломастером. Отличненько. И теперь с помощью канцелярского ножа мы вырежем данное отверстие. Боже, я долго резала, долго резала, 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 мучилась, мучилась. И честно сказать, у меня ничего не получилось. Я не справилась с этим канцелярским ножом. Поэтому я взяла данную пробку, включила газовую плиту, у мужа нашла проволоку, нагрела ее и сделала вот такие вот замечательные отверстия у меня получились. Все ровно, красиво и без всякого мучения. Теперь берем кусочек ткани и теперь ее наклеиваем с помощью клеевого пистолета. А края мы загнем в нашу пробочку и так же закрепим их с помощью клеевого пистолета. Теперь мы наклеиваем кружочек, который также вырезали. Он равен диаметру нашей пробки. И приклеили. Наше отверстие закрылось тканью. Теперь нам нужно их вырезать с помощью ножниц. Вырезаем. Отлично. И теперь просовываем нашу резинку через данное отверстие и концы наших резинок сшиваем с помощью ниточки и иголки. Мы справились. Теперь берем опять клеевой пистолет и закрепляем нашу резинку на донышке пробки. А дальше мы будем делать с вами нашу подушечку, в которой будут жить наши булавки. Для этого мы возьмем, выкроем кусок из ткани. И теперь возьмем срезы данного кружка, соберем на нитку с иголкой. И хорошенечко затянем и наполним все это наполнителем, ватой, синтепоном. Набивайте плотно, не жалейте. И теперь, чтобы наша подушечка не расползлась, не разошлась, мы закрепляем ниточками. То есть делаем узелочек. Теперь берем нашу пластмассину, которую мы вынимали из пробки. Чуть-чуть ее просовываем. Это нужно для того, чтобы сэкономить на клее. Потому что мы будем туда вливать клей, наш термоклей. Именно на нем будет крепиться наша подушечка. А для украшения нашей игольницы мы возьмем ленту, тесьму, все, что у вас есть. Любую красоту используем и украшаем нашу игольницу. Я взяла вот такую ленту. Она была примерно длиной 60 см. Я сделала сборочку. И теперь с помощью термоклея приклеиваю ее. И вуаля! Наша игольница готова. Отличная игольница получилась. Ее можно использовать на своем рабочем месте, либо сделать кому-то подарок. Я думаю, любая рукодельница останется очень довольной таким подарком. Смотрите другие мои мастер-классы, подписывайтесь на мой канал и до новой встречи! С вами была Светлана Гаспарович. Пока-пока!